Был в радиусном Олтенща, мини-музыкальпенеса. Коридоры Вахитовского районного суда. Задержанным за кражу посылок выбирают меру пресечения. На скамье подсудимых семь человек. Скрывали бандероли, забирали ценные товары, затем их сбывали. Схему раскрыли сотрудники МВД. Давай, давай, давай! Мобильные телефоны, электроника и аксессуары. Только дорогое и ценное интересовало задержанных работников сортировочного центра Почты России. Как установили полицейские, подозреваемые вскрывали контейнеры и похищали содержимое посылок. Похищенное имущество с территории предприятия фигуранты вывозили на личных автомобилях и складировали дома, либо в арендованном неподалеку помещении. В ходе обысков мест проживания задержанных сотрудники полиции изъяли свыше 400 единиц телефонов, гаджетов, аксессуаров к ним, а также более 700 тысяч рублей наличными. Сегодня четверых подозреваемых суд отправил под домашний арест до 14 января. Еще с троих взяли подписку о невыезде. Это уже не первый случай воровства в сортировочном центре. В феврале также были задержаны семеро сотрудников логистического почтового центра. Тогда ущерб для Почты России составил почти 2 миллиона рублей. Вот так красиво разложим, сфотографируем и... Покупать товары через интернет популярно, но рискованно не скрывают сами почтовики. Что делать, если посылка так и не дошла до адресата? Это вам в любом почтовом отделении любой сотрудник подскажет и все прям поможет оформить. То есть вы оформляете заявление, прикладываете, разумеется, квитанцию. Разумеется, без квитанции, сами понимаете, тут очень сложно доказать, что это вообще что-то ваше. Для начала нужно убедиться, что посылка действительно пропала. Для этого нужно заполнить заявление о розыске вашей посылки. Как только заявление заполнено, прикладываете к нему квитанцию и подаете в любое почтовое отделение. Но стоит отметить, что по закону Почта России имеет право искать потерявшуюся посылку в течение двух месяцев. При удачном раскладе факт пропажи подтвердят и выплатят компенсацию, равную сумме стоимости посылки. Ущерб от кражи посылок на этот раз составил полтора миллиона рублей. Ленар Генатулина, Александр Вольнов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова